Председатель Верховного Совета Александр Коршунов отметил, несмотря на то, что тарифы расти не будут, оставлять коммунальные предприятия без денег за предоставленные им услуги нельзя. Здесь важно понимать, что неоплата по экономически обоснованному тарифу приведет к тому, что наши предприятия естественных монополий в конечном итоге либо останутся без сетей, то есть не смогут предоставлять эту услугу, либо останутся без работников, не финансовых ресурсов для фонда оплаты труда. Предполагаем, что в бюджете на 2021 год будет заложен достаточный элемент финансовых ресурсов для погашения межтарифной разницы, для того, чтобы наши предприятия могли эффективно осуществлять свою деятельность и в том числе и степень риска с точки зрения аварийности понижалась.